Уважаемые господа, если сегодня только первая лекция на русском языке, то будет двойне вам приятно, что я не собираюсь вас грузить формулами. Я постараюсь выступать так, как мне казалось, я могу быть максимально полезен вам. Спасибо, что пригласили меня, как у всякого лысо-седого человека, постепенно накапливаются всякие связи. У меня в питерской онкологии короткое время я был дружен с Владимиром Михайловичем Дильманом, которого расцениваю как такую заснеженную вершину своего времени. Начну я с того, что уведомлю вас о потенциальном конфликте интересов. Я выполнял всякие контракты для государственных, негосударственных организаций, но данное моё выступление поддержано только приглашением комитета вашей конференции. Я не имею перед кем никаких обязательств. И, соответственно, некие продукты, которые преследуют чьи-то интересы, в моём выступлении не упоминаются. Я не очень много буду говорить про особенности нашей русской медицины, ну, прежде всего, потому что вы сами её уже попробовали. Вы же все врачи здесь, да? Я так понимаю, правильно, да? Может быть, у вас где-то существует даже проявлеченное представление о нашей российской медицинской науке как о некой уродливой резервации. В действительности это не совсем так. Поэтому лучше всего взглянуть на это дело через наиболее доступный для нас инструмент, который вам всем доступен. Спасибо американским налогоплательщикам. База данных в Мидлайн каждому в интернете доступна. И мы можем там анализировать публикации, содержание науки, методы науки мы можем анализировать, используемые на этой базе данных. Вот этот анализ я опубликовал в 2005 году. И сегодня с утра посчитал, что же делается с долей русскоязычных публикаций в той медицинской периодике, которая отражена в базе данных Мидлайн. И мы видим, что если в 70-е годы это было где-то там 5-6%, то постепенно эта доля снижается, снижается. И сегодня, вот я посчитал, это полпроцента. Причины самые разные, конечно. Но прежде всего главная причина – ну такой вклад. Другое дело, метод измерения может быть разным. Но в принципе это отношение вклада. Но обратите внимание еще вот на эту кривулю. Вот эта кривуля – это та доля статей, которые вылавливаются как статьи русских авторов, но опубликованные в англоязычных изданиях. Я почему это дело не проверил? Потому что я потерял, где я записал формулу, по которой искал. Русских авторов же надо искать не по языку, да, а потому где они работают, в какой стране и так далее. Это требует определенного специального запроса, чтобы запрос в 2015 году был сделан по такой же форме, как в 2015 году. Поскольку я вот не нашел этот свой запрос, то я предполагаю, что сегодня около 40 уже процентов статей, которые отражены в базе данных, как статьи русских авторов, они уже опубликованы на английском языке. Почему я на это дело обращаю очень большое внимание? Потому что, казалось бы, показать вот такой слайд и уйти дальше. Дело в том, что вот исходя из этого, ведь всех приличные русские журналы, они отражены в Медлайн. Но русский медицинский журнал там не отражен. Ну и все вы знаете, какая ему цена, да, или там какому-нибудь консилиуму медикуму, да. Но все приличные это отражены. И вот это, это примерное отражение того, сколько читает науки врач, который читает на русском языке. То есть он, вероятно, читает настолько нерепрезентативную часть мировой медицинской науки, что лучше бы он и вообще не читал. Если взять, например, такие показательные вещи, до недавнего времени, в Миллен Джорнл оф Медсин, он был в России бесплатно доступен. В прошлом году перекрыли они это дело, ну сколько можно. Но там были такие интересные вещи. Например, предлагалась задача, и решение этой задачи потом, через два номера, показывали на интерактивной карте. И на этой интерактивной карте, а там речь касалась лечения коронарной болезни сердца. Так вот оказалось, что те методы лечения, которые выбирали в решении этой задачи русские специалисты, были такие же, какие и у североамериканских, у канадских, американских. Но что это отражает? То, что наши врачи такие же, как в Америке? Нет. Читатели Ньюиллен Джорнл оф Медсин из России, они решают эту задачу и будут лечить своих пациентов так, как американские врачи, которые читают Ньюиллен Джорнл оф Медсин. То есть если вы становитесь аудиторией Ньюиллен Джорнл оф Медсин, вы становитесь такими же врачами, как в Америке. Пока вы читаете русский медицинский журнал или терапевтический архив, вы такие. Поэтому это вот что касается чтения, а вот это что касается публикации. Я не знаю, как в ваших учреждениях, но вот в Москве в некоторых приличных вузах стимулы к тому, чтобы публиковаться в хороших международных журналах, настолько сильны, что они составляют порядка 3-4 тысяч долларов в месяц тем, кто публикуется в лучших международных журналах. Я подозреваю, что в некоторых организациях у вас тоже есть такое стимулирование. Ну, наверное, даже исходя из этого стоит работать. Кстати, когда китайцы впервые такое денежное стимулирование своих ученых-педиков ввели в начале нулевых годов, я об этом услышал, тогда речь шла о том, что они однократную премию выплачивали порядка 400 долларов. То есть мы опоздали с этим на 10 лет, но у нас вот сейчас в тех организациях, в которых хотят, чтобы мы занимались наукой, там это дело серьезно поощряется. Итак, английский язык и публиковаться за рубежом. Вы только что слышали лекции о статистике и только что задавали вопрос насчет непараметрических методов и определения оценок. Вот смотрите, это один из самых ярких показателей. Это же я с сайта Министерства здравоохранения Российской Федерации взял. Какая новость? С точки зрения оценивания медицинской практики, текущей практики, это абсолютный нонсенс. Это никому не нужно. С точки зрения статистики это абсолютно непоказательно. Это как если выглянули в окно, увидели, оп, все 12 автомобилей красные. Ну и что? Вот почему? Но это отражает способ статистического мышления, которым пользуются наши руководители. К сожалению, мы должны понимать, что мы работаем в ситуации, когда нужно очень внимательно смотреть к тому, что окружает нас в нашей повседневной деятельности. Правильно ли мы делаем, о правильных проблемах мы говорим. Я подозреваю, что сегодня речь уже шла об эпидемиологии, ну, мне, как человеку, который уже лет 20 бьется за то, чтобы в России появилась нормальная эпидемиология, очень важно подчеркнуть, что эпидемиология – это наука медицины. Ну, там, не биохимия, не цитология, никакая не марафология, никакая не вирусология. Эпидемиология. Почему? Потому что эпидемиология связывает какие-то признаки с состоянием больных. Значит, это эпидемиология. И, соответственно, теория дизайнов исследований, она является сущностью того, что мы делаем, проводя исследования. Она идет из эпидемиологии. Но что интересно еще, она одинакова как для клинических, так и для неклинических исследований. Грубо говоря, рандомизировано контролируемое испытание, которое вы проводите на морских свинках, оно должно быть сделано так, как оно делается на людях. Если оно сделано правильно, оно может давать очень хорошие основания для выводов. Я напомню, что стрептомицин, конечно, англичане в 1946 году впервые провели рандомизирование контролируемого испытания. Но до этого американцы это испытали на морских свинках и начали своих больных туберкулезом лечить на основании опытов на свинках. Ну да, был такой исторически переходный период на хорошо проведенные испытания, все равно дало прекрасные результаты. Поэтому если вы работаете не с больными, а с морскими свинками или с собаками, это не значит, что эпидемиология не имеет для вас значения. Наоборот, она нужна для вас, потому что, как показывают исследования последних примерно 15 лет, вы, наверное, слышали о проблемах воспроизводимости и качества исследований в исследованиях мозга, у онкологов, в том числе у онкологов, о том, что невоспроизводимые плохие исследования на животных, на экспериментальных моделях. Почему? В частности, потому что они используют плохие, некачественные модели исследований. Эпидемиология, вообще всякое научное мышление о том, что мы наблюдаем в клинике и вне клиники с людьми, или если мы занимаемся обезьянами, она позируется на трех хорошо известных постулатах. Если вы делали усилия над собой и хорошо учили эпидемиологию, когда учились в медицинском институте, вы помните, что это в первой главе описано, что, где, когда и в связи с чем. Вот эти ключевые вопросы, они являются основанием для того, чтобы связывать потом, связывать фактор особенности питания с последующими заболеваниями, влияние фактора, используемое лекарство, с последующим выздоровлением. Вот это все на основе простейших постулатов эпидемиологии. Любое исследование, которое мы проводим, оно исходит из того, что что-то мы изучаем в зависимости от чего-то, и это происходит с известной ошибкой. Причем, когда говорят «ошибка», то имеют в виду очень широкий круг явлений, которые статистики сплошь и рядом, если не задавать им узкоспециальных каверных вопросов, они не освещают. В действительности ошибка, она может быть связана с тем, что мы неправильно меряем, она может быть связана с тем, что мы не то меряем, как-то бывает сплошь и рядом в клинике, особенности группы больных, так называемая систематическая ошибка подбора. И, наконец, третье – это следствие нормальной вариабельности человека. Человек утром не такой, как вечером, человек весной не такой, как осенью, человек после того, как он поработал, не такой, когда он отдохнул. И вот это все вместе создает огромный спектр ошибок, которые сплошь и рядом очень плохо интерпретируются и слишком прямолинейно, слишком прямолинейно статистически анализируются. Один из самых ярких примеров того, помните, я Минздрав показывал, поскольку я в последнее время в силу своей работы в высшей школе экономики сплошь и рядом сталкиваюсь со всякими общественными трактовками, вы, может быть, обратили внимание, что Минздрав России постоянно нам, когда указывает, что вот там смертность в России повысилась, допустим, в начале 2015 года, говорили, да, но она повысилась только в 16 регионах, а в 26 регионах она снизилась. Вот подобного рода анализ абсолютно лишен смысла. Почему? Потому что тот уровень, на котором находится какой-то организм или регион, или поликлиника, да, он влияет на то, что с ним произойдет в течение последующего года. Впервые это показано было наиболее ярко 30 лет назад применительно к контролю над оружием в Соединенных Штатах. Если где-то происходит очень много убийств, начинают проводить какие-то программы, и на следующий год количество смертоубийств с помощью оружия падает. Да оно падает просто статистически, потому что оно же не может быть постоянно высоким. Верхний, сверхний. Если мы на верхушке хватаем, значит, вот следующий произойдет нормализация. Называется феномен регрессии к среднему. Если вы с феноменом регрессии к среднему не знакомы, пожалуйста, запишите и прочитайте. Есть regression to mean, очень много хороших текстов. Наилучший текст, по-моему, про regression to mean был опубликован в International Journal of Epidemiology лет 5-6 назад. Вообще International Journal of Epidemiology, он бесплатно доступен в интернете. Это очень хороший журнал, в котором рассматривается вся эпидемиология, не только инфекционная. Я рекомендую вам в него заглядывать для того, чтобы оттачивать свои методические знания. Итак, ошибка – это не просто ошибка измерения, это не просто неточность наших измерений, но это еще то, в какой степени мы понимаем то, что происходит с объектами измерения. С терминологией у нас большие проблемы. В 2004 году я сделал попытку в эпидемиологии неинфекционных болезней, точнее, в общей эпидемиологии, в этом учебнике ввести международную терминологию. Думаю, что мне это неплохо удалось, однако все-таки я вам рекомендую… Это все-таки учебник уже больше 10 лет. Я надеюсь, что в ближайшее время третье издание удастся приготовить. Я рекомендую вам вот этот вот словарь. Большой коллектив специалистов, в том числе человек, который будет выступать завтра перед вами, профессор Плавинский. Мы работали над переводом этого словаря Международной эпидемиологической ассоциации. Он добрыми людьми давно уже отсканирован, доступен в интернете. Он содержит в себе как русские статьи с английскими эквивалентами, так и очень важно. Он содержит английскую терминологию, соответственно, с отсылкой к русским статьям. То есть это очень хороший и очень полезный текст. Подчеркиваю, что вообще текстов, которые претендуют на то, чтобы быть словниками и словарями, по эпидемиологии в интернете довольны, но значительная часть из них являются, в общем, такими самоделками, за которые мы, конечно, благодарны людям за усилия. Но я всячески рекомендую вам вот этот текст, поскольку оригинал очень хорош. Джон Ласт – это потрясающе, это один из лучших эпидемиологов 20 века. Он сейчас жив, дай бог ему здоровья. Но это тот текст, которым реально надо пользоваться. Я хочу обратить вас к концепции валидности, поскольку она, по-моему, даже и в моем оранжевом учебнике она заслужила недостаточное внимание, наверное, потому что в начале нулевых годов нормальные эпидемиологи как-то избегали ее использовать. Концепция валидности, она в эпидемиологию пришла от психологов. Психологи, они же всегда измеряют что-то такое странное, типа там депрессию измеряют. Кто видел эту депрессию? Они говорят, что они ее меряют. Для них всегда, после Второй мировой войны, когда они стали эти шкалы придумывать, для них было всегда важно доказать, что они меряют что-то определенное, что они все-таки разными способами меряют что-то определенное. И они придумали концепцию валидности, то есть валидность – это степень, в которой измерительный инструмент измеряет то, для чего он предназначен. То есть если мы говорим валидный инструмент, значит, он меряет именно интеллект, айкумерия, да. И казалось, что эта концепция только там и нужна. Подчеркиваю, даже в начале нулевых годов. Но постепенно это пришло во всю медицину, во всю эпидемиологию. И когда мы говорим о валидности, например, клинических испытаний, то мы говорим, что рандомизированные контролируемые испытания дают нам валидные результаты, потому что оно устроено так, что оно меряет то, что мы хотели получить. То есть если там, например, взяты какие-то неправильные пациенты, то, соответственно, это невалидное испытание. А если там все сделано хорошо, хорошая рандомизация, и взяты правильные испытания, то валидное испытание. У такого подхода есть вторая сторона, которой не было у психологов. Но эту сторону придумали уже эпидемиологи, уже специалисты общественного здоровья в 21 веке. Помимо вот этой внутренней валидности, то есть валидности вот, собственно, измерения, придумали внешнюю валидность. Внешняя валидность – это соответствие вот этих полученных результатов на выборке тому, что образуется в популяции. То есть в самом общем виде. Если на этих больных с раком прямой кишки этот метод лечения работал, а будет ли он работать на всех больных с таким раком? Без примера здесь сложно, поэтому я уделю пару минут такому восхитительному примеру из той области, которая мне ближе, все-таки я не онколог. Препарат для лечения ожирения испытывается. Компания, которая собирается этот препарат продавать, она заинтересована в том, чтобы в короткие сроки на маленькой выборке людей показать очень большой эффект. Очевидно совершенно. Это их законный интерес. Что они для этого делают? Они отбирают людей, у которых нет сопутствующих заболеваний. Они отбирают тех, кто еще ничем не лечился. И они отбирают тех, у кого ожирение достаточно большое. Уже этих трех факторов показывает, что это из сотни толстяков будет пять. Помимо этого, этих людей приглашают для вводного тестирования. В чем заключается вводное тестирование? Им как бы дают лекарства, а в действительности дают плацебо, но с меткой. И через неделю проверяют у них мочу. И если в моче содержится мало этой метки, их устраняют из испытания, потому что они плохо принимают таблетки. После этого на следующем этапе тех, кто остался, подвергают как бы испытанию и дают им всем вот этот изучаемый препарат. И смотрят, сколько за неделю у них снизилась масса тела. И тех, у кого масса тела на препарате не снизилась, исследования выбрасывают, оставляют только тех, кто реагирует на этот препарат. После этого тех, кто остался, их рандомизируют и проводят хорошее качественное испытание. Внутренняя валидность вот такая, а внешняя валидность нулевая. В результате мы имеем какие препараты для лечения ожирения? Он типа ксеникала, от которого только грязные трусики. Вот они какие препараты. Вот, пожалуй, запоминай, внешняя валидность и внутренняя. И вот здесь мы с вами должны очень большое внимание обратить на то, что наша профессия является профессией, через которую осуществляется влияние на рынок и влияние на массы. То есть мы вот как через журналистов воспитывают массы, через нас тоже влияют на массы. Вот сейчас одна из самых ярких дискуссий идет во всем медицинском мире. Может быть, и до вас тоже дошла. Это борьба между тем, чтобы уделять внимание экспериментальным данным, рандомизированным контролируемым испытаниям, или уделять внимание данным из так называемого реального мира. Почему? Ну, смотрите, они там производят внутренне валидные контактические испытания, а внешняя валидность-то у них плохая. Из этого делается вывод, давайте работать, опираясь на данные реального мира. Real world data. Вот что нам необходимо. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы отвлечь внимание врачей, прописывающих лекарства, от того, что препарат не работает в контролируемых клинических испытаниях, и начинать им впаривать все, что угодно. Потому что в наблюдательных исследованиях, при наблюдении за клинической практикой, там типа пациентам нравится, врачи удовлетворены и так далее и тому подобное. Если нет внутренней валидности, внешняя валидность обязательно отсутствует. Внешняя валидность, разговоры о приложимости, они не имеют никакого смысла, если не показано в контролируемом испытании, что препарат работает. Все эти разговоры о внешней валидности, отданных из реального мира, без того, что показано в хорошем испытании, что это работает, не имеют никакого смысла. Обращаю ваше внимание на то, что это очень сильная сегодня тема маркетинга. Я немножко больше об этом сказал, я только в мае месяце был уязвлен в очередной раз конференцией по фармакоэкономике международной. Там постоянно говорят только о том, первое, это вывод на рынок, и второе, переместить внимание врачей на данные из реального мира, чтобы только врачи отвлеклись от данных рандомизированных контролируемых испытаний. Пожалуй, поскольку я упомянул тему конференций, позволю себе сказать, что в октябре месяце в городе Сеуле будет проходить очередной коллоквиум Кокроновского сотрудничества, Cochrane.org сайт. Кокроновское сотрудничество, The Cochrane Collaboration, с прошлого года называется просто Cochrane. Это международная организация, которая объединяет исследователей, которые делают систематические обзоры. Первое. Это самый простой путь для вас стать участником международного сотрудничества, причем сотрудничества ученых с ученым. Это вам не будет ничего стоить. Второе. Систематические обзоры, которые будете делать с авторствами, они гарантированно публикуются вот в этой вот библиотеке Кокроновских обзоров. Это самые лучшие обзоры, на них больше всего ссылаются, поскольку там самые высокие стандарты проведения систематических обзоров. Ну и, наконец, сама по себе конференция, Кокроновский коллоквиум. Это суперконференция, таких конференций больше нет. Значительная часть конференций, почти все конференции сегодня в мире, это большие собрания, куда приезжают аспиранты и постдоки, показывают свои постеры, а в остальное время слушают, что им вещают, купленные фармацевтическими компаниями «Лектора». Вот эта конференция другая. Если у вас есть коммерческий спонсор, съездите, вы получите огромное удовольствие, и у вас будет сразу высокий стандарт конференции, вы поймете, на что надо тратить свое время и на что не надо. Из своего кармана молодому ученому заплатить за такую поездку, конечно, вряд ли удастся, но если у вас есть возможность нагнуть какого-нибудь спонсора, то я очень рекомендую вам это сделать. Вы никоим образом не пожалеете, не говоря уж про то, что говорят в Сеул привлекательный город. Ну, про это безобразие я уже сказал, да. Значит, все разговоры о Big Data и Real World Data надо фильтровать, фильтровать и фильтровать, поскольку значительная часть этого разговора обусловлена желанием продать плохой товар, потому что он эффективно сегодня подтверждается в хороших рандомизированных контролируемых испытаниях. Я мог бы пойти по пути стандартного представления дизайнов, но я намеренно нарушаю балансы для того, чтобы сказать вам о том, о чем вы не прочитаете в сегодняшних текущих учебниках, в том числе в моем оранжевом учебнике. О том, что сегодня нам нужно обязательно уделять внимание так называемым качественным исследованиям. Большая часть того, что описано в учебниках, и то, чему до сих пор учат, чем в основном занимаются исследователи, это так называемые количественные методы, ну, то, что считается статистически, да. Это, допустим, опросники, где считается, сколько процентов верят, что там им муж не изменяет, да. Это рандомизированные контролируемые испытания, в которых выясняется, на сколько процентов больше выживает, чем при лечении другим препаратом. Это количественные методы. Есть еще качественные. Качественные методы, они до недавнего времени считались, до 90-х годов, считались вообще принадлежностью бизнес-анализа. Все эти фокус-группы, все эти структурированные интервью считали, что они нужны только там. Начиная с 90-х годов ситуация меняется, и уже в 90-е годы вы можете найти в британском медицинском журнале. Квалитейт и фрезерчик – ключевое слово. Стать британского медицинского журнала – это серия статей из шести статей. Она вам доступна бесплатно. Это очень хорошие статьи. Качественные исследования становятся уже неотъемлемой частью. Месяца три назад в британском медицинском журнале было опубликовано письмо, подписанное чуть ли не тремя сотнями ведущих медицинских исследователей со всего мира, которое призывает сделать качественные исследования важной частью, так скажем, публикационного архива медицины. Соответственно, возникает направление работы для каждого ученого, открываются новые возможности, в том числе и сегодня становится стандартом в клиническом исследовании проведения не только количественного исследования, но дополнения его качественным исследованием. Это называется Mixed Design Research, то есть смешанные исследования. И они в клинике как раз могут быть очень полезны. Почему? Потому что значительная часть того, что переживают пациенты, те трудности, с которыми встречаются пациенты, и то удовлетворение, которое получают пациенты, их семьи, оно все проходит через их представление, через то, как они это понимают, как они это оценивают. И это нельзя измерить с помощью простейших инструментов. Простейшие инструменты предназначены для измерения, помните, для измерения того, что считается, что мы умеем измерять. Но сплошь и рядом мы сталкиваемся с тем, что никто еще никогда не мерял. И использовать инструмент для, допустим, какую-нибудь шкалу депрессии, для того, чтобы оценивать неудовлетворенность пациента лечебным процессом, это по крайней мере глупо. В результате на поверхности выплескиваются всякие устаревшие и давно отвергнутые в других местах концепции, типа синдрома выгорания и всего прочего, потому что исследователям по-прежнему хочется что-нибудь такое взять, удобненько такое и приспособить. Так вот, не надо приспосабливать. Нужно применять правильные методы измерения там, где речь идет о количественном исследовании, но там, где заканчивается количественность, или мерить мы еще не умеем, то там нужно применять нормальные качественные исследования. Вот эту табличку, на которую я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, у вас ведь будет доступ к этой презентации, я ее только перевел, я взял ее с сайта, кто из вас догадается, что за сайт? Доказательный менеджмент. Идея доказательной медицины, сформулированная в конце 80-х годов, она оказалась настолько плодотворной, что Тони Блэр, может быть, кто помнит, был такой премьер-министр Великобритании, он потом в начале нулевых годов говорил, что мы сделаем все для того, чтобы наше правительство опиралось на научные доказательства в своих решениях. То есть идея того, что нужно делать то полезность, эффективность, чего доказано в хороших исследованиях, она является сегодня практически общепринятой. Эта идея не всем нравится. Почему? Например, потому что она ограничивает произвол, а все начальники хотят делать то, что они хотят, а не то, что там какая-то наука говорит. Но тем не менее, все-таки разумные люди, нацеленные на добро, они понимают, что нужно базироваться на науке. И вот, кстати, вот интересная штука. Кокроновское сотрудничество было создано в 93-м году, а уже в 98-м году было создано Кэмбелловское сотрудничество. Кэмбелл был американский психолог. Оно было создано по модели Кокроновского сотрудничества, медицинского, но для изучения вопросов психологических и социальных. И когда я впервые с этим ознакомился, оказалось, что это почти чудо. В области социальных наук проводилось много контролируемых испытаний. Но эти контролируемые испытания, в том числе доброкачественные, остались еще менее востребованными, чем в медицине. Я тогда выяснил, например, такую штуку, что оказывается в Америке еще 40 лет назад, в 50-е годы еще были проведены контролируемые эксперименты для того, чтобы выяснить малолетних правонарушителей, надо в тюрьму на экскурсию водить или не надо. И в рандомизированном испытании было показано, что тех, кого водили на экскурсию в тюрьму, у них с большей вероятностью возникают потом тяжелые правонарушения. Соответственно, в Америке никто не вводит малолетних правонарушителей в тюрьму, потому что они знают, что в эксперименте показано, что это вредно. В нашем отечестве, как вы знаете, периодически из сообщений прессы, у нас наши доброходы малолетних правонарушителей в тюрьму вводят для того, чтобы напугать. Почему? Потому что их бытовое мышление подсказывает им, что это может быть полезно. А надо не на основании бытового мышления, не из пальца высасывается основание для действий, а из науки. И так мы видим в этой таблице вот те вопросы, на которые, соответственно, нужно отвечать разными дизайнами. Контролируемые испытания в первую очередь нужны для того, чтобы оценить эффективность вмешательства. Понятно, рандомизированные контролируемые испытания. Безопасность. Фактически безопасность и эффективность – это один и тот же вопрос, только повернутый наоборот. И, наконец, затратная эффективность. В идеале, если у нас есть достаточно средств, и мы проводим рандомизированные контролируемые испытания, надо смотреть не только на исходы, но и то, сколько потрачено. И тогда получается очень хороший ответ. Беда заключается в том, что это очень сложно. Но такие испытания все-таки бывают. А качественные исследования – там, где речь идет об объяснении. Почему? Обращаемся к биологическим учебникам, смотрим биохимические всякие схемы, и получаем вот эти объяснения. Или спрашиваем людей, в каких условиях работает, почему? Как нам узнать, с чем связана, допустим, чистота каких-нибудь заболеваний у узбеков, которые гастарбайтерами в Питере или в Москве живут? Ну, как мы это узнаем? Каким опросником? Каким обследованием? Мы должны к ним прийти и понять, с чем они обращаются, к кому они обращаются. Та заболеваемость, которая зарегистрирована, она может быть абсолютно искаженной, потому что большая часть из них никуда не обращаются и получают помощь каким-то другим образом. Мы должны сначала понять, как это работает, в каких условиях. И только после этого мы можем создать какой-то инструмент и потом их начинать обследовать. И вот хорошее сегодняшнее клиническое исследование в той области, если у нас есть какие-то непонятки, в идеале должно начинаться с качественного исследования, чтобы понять эту ситуацию, а потом уже начинать правильными инструментами мерить. Я надеюсь, что вы эту табличку, не торопясь, рассмотрите на досуге. Итак, как я уже сказал, в эпидемиологии, в общей эпидемиологии, о которой мы с вами сегодня говорим, действуют все те же правила, которые вы видели в учебниках инфекционной эпидемиологии. И очень важно, что из измерения распределения мы получаем представление о связях. Вот эти представления о связях, они могут быть рассмотрены разными способами. Первое – это самый простой тип исследования. Это описательные исследования, в которых описывается ситуация. Она может описываться разными способами, через серии случаев, через наблюдение некоторого количества случаев в течение короткого времени. И эти исследования, они могут быть полезны. Но могут быть абсолютно бесполезны. Почему? Потому что существует проблема знаменателя. если мы наблюдаем 10 случаев, то эти 10 случаев имеют неизвестную ценность, потому что мы не знаем, откуда они взялись. За пределами 10 случаев. Все остальные случаи тоже такие или нет? На меня в середине 90-х годов произвела большое впечатление статья в журнале «Кэнсер». Это мой случайный конфликт с онкологией, не конфликт, контакт, правильно сказать, с онкологией. Там в этой статье было, если я правильно помню, описано 346 случаев спонтанного выздоровления от гистологически подтверждённой меланомы. Не 2, не 6, 346. Гистологически подтверждённых. Большая. Но знаменателя-то нет. Если какой-то легкомысленный человек, о, оказывается, бывает самопроизвольное выздоровление, если он будет, сходя из этого, строить терапию таких больных, это будет совершенно восхитительно. Поэтому описательные исследования имеют право на существование. Они очень важны. Я думаю, что мы все должны знать, что да, не все раки растут, не все раки прогрессируют. Некоторые говорят, что применительно к раку молочной железы, вот только недавно, что половина раков не растёт. Из всех, которые сегодня диагностируются в западном обществе. Половина раков, по-видимому, не растёт. Так вот, очень важен знаменатель, чтобы понять, на что делить. Второе, аналитические исследования. Это исследования, в которых устанавливается связь экспозиции и схода. Обратите, пожалуйста, внимание на слово экспозиция. Оно до последнего времени никак не приживается в русском словаре. В международной практике является абсолютным стандартом. Хороший русский эквивалент – воздействие. Но стандартное применение – это экспозиция. То есть экспозиция ртути, экспозиция вакцинации, то есть любое внешнее воздействие, условие – это будет экспозиция. Мы к нему дальше обратимся. Обращаю внимание на то, что слово ретроспективное, которое в старых текстах использовалось применительно к организации исследования, сегодня используется только для описания направления сбора данных. Поскольку все события мы рассматриваем как проспективные из прошлого в будущее, но иногда у нас есть возможность собирать данные задним числом из каких-то баз данных или хотя бы просматривая коллекцию истории болезни. Все равно в каждой истории болезни из прошлого в будущее написано. И, соответственно, анализ проводится. Это дальше понятно. Обращаю ваше внимание на то, что сегодня довольно большие усилия прилагаются к тому, чтобы проводить анализ за пределами отдельного исследования, мета-анализы. И эти мета-анализы ошибочно связываются обязательно только со статистической технологией. В действительности, как правило, все-таки это статистическая технология, но не всегда. Вот такое Кокроновское сотрудничество. Кстати, на его сайте находится статистическая программа для выполнения мета-анализов, бесплатная, очень качественная. И очень хорошее руководство по проведению систематических обзоров. Так вот, Кокроновское сотрудничество, оно как раз очень подчеркивает, что статистический анализ, мета-анализ должен применяться только тогда, когда он должен применяться. В остальных случаях систематический обзор должен просто собирать вместе исследование. В некоторых случаях это невозможно, потому что данные могут быть слишком разнообразными. Ну, например, глупо обобщать результаты лечения в больницах, которые применяют разные методы лечения, или где пациенты очень разные. Соответственно, и многие исследования нельзя вместе сложить для того, чтобы получить одну общую оценку. Подчеркиваю, Кокроновское сотрудничество – это просистематические обзоры, а мета-анализ могут применяться, могут не применяться. Статистическая программа, которая, я сказал, называется, она REVMAN, Review Manager Кокроновского сотрудничества, она как раз позволяет готовить систематический обзор. А мета-анализ, получать древовидную диаграмму, которую вы видели перед этим на экране, древовидную диаграмму можно не получать. То есть нажимать на кнопку сделать мета-анализ не обязательно. Итак, систематический обзор – это не то же самое, что мета-аналия. Итак, экспозиция и болезнь. Главный вопрос – связана ли болезнь с экспозицией. Очень легко в нашем случае говорить, вот в этом случае, что болезнь может быть следствием экспозиции, экспозиция не может быть следствием болезни. Но если мы немножко… то мы обнаружим, что нет, сплошь и рядом может оказываться так, что человек, который нам кажется находящимся под экспозиции, вызывающей болезнь, он в действительности получил эту экспозицию, потому что у него уже была болезнь, и его этим способом лечили. То есть лекарства или внешние условия, которые могут выглядеть для нас как вызывающая болезнь, они в действительности могут быть следствием того, что болезнь уже была. Или какое-то другое состояние. К чему я это говорю, хотя мы не вдаемся в эти детали, к тому, что исследования, данные не дают нам ответа о причинности, а не дают нам данные только о связях. Причинность возникает у нас в голове. То есть мы домысливаем потом причинность, когда анализируем всю совокупность данных. Но никакие сведения, никакие эксперименты сами по себе не утверждают причинность, не говорят об этом. Хороший пример. Его рассказывали, когда я еще был студентом, насчет того, что у таракана уши находятся в ногах. Все знают, да? Вот типичный пример того, что мы проводим правильно организованный эксперимент исхода, то есть бега таракана мы не получаем после того, как оторвали у него ноги. Но это не факт, что мы обнаружили механизм слуха. Связь со слухом – это наша интерпретация. Обычно вот эта вот часть интерпретации, она недостаточно оценивается. Ну, это мы пролистываем, это элементарно. Правильный дизайн для проверки – это дело значительно более сложное, чем может показаться на первый взгляд. Я надеюсь, что вы уже знаете простой способ найти правильный дизайн для исследования. Нужно в этой своей области знать уже проведенные исследования и знать, каким дизайном они были выполнены и какие там принимались меры для обеспечения качества исследования. И тогда вы можете по мере сил использовать этот дизайн или его немножко улучшить и модифицировать. Придумывать свои дизайны, исходя из общих представлений, сплошь и рядом является ошибочным подходом, потому что можно потратить большие силы и совершить большие ошибки. Простейшая классификация дизайнов опирается на представление времени, как я уже сказал. Словом «проспективные» иногда говорят просто «продольные», а иногда те, которым очень нравится английское выражение «longitudinal», они переделывают на русский язык как «лонгитюдные». Люди разные, в общем, наиболее часто берется калька с английского термина «проспективные исследования». То есть очень важно, что люди берутся в какой-то момент и потом далее отслеживаются от первого момента исследования. А ретроспективный бывает отбор данных, потому что время назад не течет. Значит, мы здесь начинаем исследование, а данные собираем все равно вот отсюда. То есть ретроспективный это обычно сбор данных. Очень важно, чтобы наши данные были качественными и были очень хорошо зарегистрированы. Но в 1917-18 году доктор, имя которого наука сохранила, но я его не знаю, он описал, как развивалась заболеваемость на военной базе в Соединенных Штатах в 1917-18 году. Вот в 1917 году была вот такая заболеваемость, и там вот было столько пневмонии, было столько кори. А в 1918 году вот это была пневмония, а вот это была инфлюенция, грипп вот такой был. Это одно из самых замечательных медицинских событий XX века, но вот это наиболее качественная иллюстрация, которая нам осталась. Но что интересно, нам с вами не осталось фактических данных. То есть у нас остались только вот такие суммированные данные. Начало XX века это как раз вот такой поворот. В 19 веке публиковали данные по пациентам, таблички, если вы откроете журналы медицинские 19 века, там таблички публиковались, там пациент СОФ, какая у него концентрация гемоглобина и так далее. А в 20 веке стали применять обобщенные данные. И вот нам известны только вот такие данные. Сегодня мы с вами не только имеем возможность регистрировать данные по неограниченному количеству пациентов, по неограниченному количеству признаков, но у нас есть возможность сохранять эти данные. Подход к сохранению данных сегодня радикально изменился. Я должен сказать, что опять же благодаря американским налогоплательщикам они в 80-е годы 20 века возмущались тем, что они платят налоги, с этих налогов финансируются научные исследования, потом эти научные исследования публикуются в журналах, а потом опять на деньги налогоплательщиков эти журналы покупаются в библиотеке. Это же безумие. И были приняты специальные законы в Соединенных Штатах, которые обязывают статьи, опубликованные по результатам научных исследований, делать в течение какого-то времени общедоступными, бесплатными, и мы с вами пользуемся этим уже давным-давно, а потом был принят закон, по которому все исследователи, получившие свои научные данные, должны их бесконечно долго сохранять для всеобщего использования. И вот сегодня формально вы можете обратиться в американский университет, в котором там 10-15 лет назад было проведено исследование и попросить доступ к их полученным тогда данным для того, чтобы их повторно проанализировать. Это закон, это работает. Другое дело, что там могут быть какие-то технические проблемы, но принципиально это произошло. Более того, интерес к исходным данным настолько обострился, что в течение последних 10 лет большинство приличных медицинских журналов в мире, подчеркиваю, приличных журналов, они просто требуют от авторов при предъявлении при посылке статьи подписаться под тем, что при необходимости они готовы предоставить исходные данные. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не начали этого делать, приводите свои исходные данные в приличное состояние и храните их хорошо. Может быть, даже лучше, чем переписку с любимыми, потому что опыт показывает, что любимые ненадолго, а работы вот они надолго. поэтому, пожалуйста, храните эти данные, потому что вам, возможно, придется их предъявлять. Я уж не говорю о том, что иногда эти данные потом самому хочется проанализировать через 10 лет. Я начинал свою научную работу в те времена, когда все соискатели кандидатской степени перед выходом на защиту подписывали акт проверки исходных материалов только для того, чтобы эти исходные материалы быстро уничтожить перед выходом на защиту. Вот эта практика советская, она должна быть в прошлом, и все наши материалы максимально детальные, вот так как они были измерены в лаборатории, они были максимально доступны. Вот эту картинку я перерисовал по сравнению с той, которую показывал 10 лет назад. Обратите внимание, я добавил здесь качественные исследования. А в остальном вот эта табличка, которая показывает количественные исследования, которые обычно являются предметом рассмотрения, применительно к методологии научной работы. Прошу прощения, я как со временем-то? Помашите рукой, пожалуйста, когда он будет заканчивать, я могу увлечься. Значит, описание отдельного случая. Это очень важный дизайн, описание отдельного случая. Этот дизайн очень широко использовался до последней четверти 20 века. Некоторые журналы чуть ли не половину своего содержания наполняли описаниями отдельных случаев. Потом произошло переключение, и все поняли, что эти случаи ничему не учат, потому что они показывают редкий случай сочетания лимфосарком и еще с чем-нибудь. Ну и что? Ну бывает такое. Вспоминаем эту историю с тем, сколько там двое они приняли в течение одного дня. Ну да, бывает. И эта ситуация очень сильно изменилась в конце 20 века. и до начала 21 века. Но к концу нулевых годов 21 века возникает новый интерес к описаниям случаев. Почему? Потому что оказывается, что эти случаи могут быть очень поучительными. И если их публиковать в журналах, то тогда люди, столкнувшись с поучительным случаем, они запоминают, потому что они в своей реальной жизни могут с этим нескоро столкнуться, но может быть запомнят. И поэтому и в British Medical Journal, и в New England Journal of Medicine, и в Джамме везде публикуют случаи. Ну какие случаи? Которые, как кажется, редакторам учат. Ну и некоторые, они действительно совершенно восхитительные. В Ланцете была публикация пары ботинок, носки которых были изнутри протерты пальцами пациента. То есть у носки ботина были дырки. Это иллюстрация гиперхинезии у пациента психиатрического шизофрении, которого галлоперидолом лечили. Вот она, эта гиперхинезия, и он пальцами протер все ботинки изнутри. Если ты один раз увидел такую картинку, по-моему, невозможно уже забыть. Вот в этом смысле произошел поворот, и стали общаться такие статьи. Для вас может быть это еще интересно тем, что, допустим, у британского медицинского журнала появился журнал случаев. В этом журнале легко опубликоваться. Индекс цитирование хорошее. То есть журнал открытого доступа. Так что описание случаев это не умерло, это реальная часть нашей научной работы, нашей публикационной активности. Серия случаев очень важна и никогда никуда не уйдет, в особенности применительно к редким болезням или к болезням, которые возникают непредсказуемо. Например, применительно к болезни легионеров, про которую мы все с вами знаем, она возникает в виде маленьких вспышек. По-видимому, никто никогда не проведет клинических испытаний, потому что вспышка возникает непредсказуемо, организовать испытания под нее невозможно, пока организуешь испытания, вспышка уже закончилась, всех полечили антибиотиками. И таких болезней, применительно к которым будут данные только полученные из серии случаев, довольно много. Но это не означает, что мы не должны их критически оценивать. Это реальность. Беда заключается в том, что мы применительно к некоторым случаям, вспоминаем насчет самовоздоровления от меланомы, мы не знаем, как это часто бывает. Вот дескриптивная эпидемиология, она как раз ставит свои задачи в получении представления о том, как часто это бывает, у кого это бывает. И вот в зависимости от этого мы можем уже получать представление об относительной важности и чистоте событий. обратить внимание, я исследований на животных и лабораторные вывел в сторону, потому что там в принципе то же самое, только немножко выглядит по-другому. Но все равно нужно применять те же технологии. Например, вот я грешен, я когда в студенческие годы экспериментировал на животных, я сплошь и рядом не делал правильной рандомизации. Я крыс просто так вот бросал одну сюда, другую сюда, при этом наверное они были похожи, но это неправильная рандомизация, так называемая альтерация. И при этом вот эти крысы они реально могут быть разными. Если ты изучаешь маленькие различия, а не просто отрезаешь крысам голову, этим отрезал, этим не отрезал, если маленькие различия, вот этого как раз, вот этой неправильности может быть достаточно для того, чтобы ты получил несуществующий эффект или наоборот не заметил существующий эффект. Почеркиваю, что нарушение правил проведения исследований они не обязательно усиливают эффект, они могут наоборот мешать его изучить, мешать его найти. Ну и наконец аналитические исследования, которые нацелены на то, чтобы выявлять связи, эти исследования наибольшее внимание привлекают когортные исследования, вы их хорошо конечно же знаете, и исследования сравнения с контролем. Клинические испытания находятся в стороне, как супер дизайн. Вот Оли Мейтинин, которую я сегодня не упоминал, я упоминал только Джона Ласта, Оли Мейтинин это австралийский эпидемиолог финского происхождения, который теперь проживает в Канаде. Вот он один из корифеев современной эпидемиологии, он про дизайны исследований сказал такую вещь важную, которую, мне кажется, имеет смысл держать в голове. всякая организация исследования, всякий дизайн настолько хороши, насколько они позволяют приблизиться к рандомизированному контролируемому испытанию. То есть, вот если мы возьмем правильных пациентов и будем брать правильных пациентов и в эту группу, и в эту группу, и правильно оценивать, например, для рандомизированного контролируемого испытания, в первую очередь, характерно внимание к тому, чтобы результаты лечения оценивались вслепую. Это же не просто то, что в истории болезни записано, а именно вслепую, чтобы люди, которые рентгенограмму посмотрели, не знали ничего про пациента. И вот если мы даже свой анализ истории болезней и возьмем, включим в него такой элемент рандомизированного контролируемого испытания, как слепое чтение рентгенограммы, то это очень сильно увеличит доказательность нашего исследования. Если в больнице существует архив рентгенограмм, а постепенно с переходом на компьютерную технологию возникает такая возможность получить прошлогодние и позапрошлогодние рентгенограммы, тогда можно эти рентгенограммы анонимизировать и представить для оценки и получить оценку рентгенолога, сделанную безотносительной истории болезни. Все эти элементы, которые характерны для рандомизированного испытания, они нужны в тех исследованиях, которые не являются с рандомизированными испытаниями. Мы еще вернемся, если у нас будет время, к этим дизайну. Пока я хотел бы обратить ваше внимание на еще две большие группы исследований, на которых обычно не обращают внимания. Это так называемые экологические и индивидуальные исследования. Экологические исследования – это такие, в которых сравниваются группы людей, группы организаций, группы врачей, а не отдельные пациенты. Например, сравнивать врачей можно по результатам лечения ими пациентов. То есть за каждым врачом сразу десятки или сотни пациентов оказываются, когда мы сравниваем их. Это такие экологические единицы. Когда сравнивают страны – это тоже экологический анализ. Этот анализ очень популярен, был в середине XX века казалось, что изучая национальную статистику или большие группы людей, можно выяснить, что будет такого хорошего в этих странах, что будет плохого в этих странах. Вот так, например, родилась идея средиземноморской диеты. Было такое всеевропейское исследование, в котором сравнивали, от чего люди умирают. И оказалось, что на побережье Средиземного моря люди питаются как-то по-особому, хотя долго не живут, но у них сердечно-сосудистые заболевания меньше, меньше смерти сердечно-сосудистые. И вот это бла-бла-бла про средиземноморскую диету, оно дошло до сегодняшнего дня. Только в последние годы было проведено два исследования, в которых было показано, что действительно средиземноморская диета вроде бы как хорошо, вроде бы она предотвращает развитие сердечных проблем. Правда, средиземноморская диета в этих исследованиях казалась странной. В группе вмешательства людям выдавали оливковое масло и орехи, а в контрольной группе не выдавали. И получилось, тем, кого выдавали масло и орехи, что у них вроде как сердечно-сосудистые проблемы были реже. На мой взгляд, это не очень соответствует тому, как питаются греки или итальянцы, но вот это то, что показано. То, что показано. Это вопрос о том, что дают нам экологические исследования. Показана связь между диетой и заболеваемостью в 50-е годы. Если не считать одного совершенно анекдотического обмана 90-х годов, кстати, рекомендую вам этот случай почитать, это опять же британский медицинский журнал, автор был Синк. То есть, если вы берете Синк и Медитеранин диет, вы получите удовольствие от чтения совершенно потрясающего случая, как один индиец нагрел всю мировую кардиологию с помощью того, что обмешурил нескольких влиятельных докторов, которые согласились быть его савторами. Они согласились быть его савторами, в результате их общая статья, она там же Корифей попала в лидирующий медицинский журнал, и потом только внимательные читатели, которые почитали эту статью, обнаружили, что она похожа, что фальсифицированная. Когда стали спрашивать этих савторов, то из Израиля, там из Европы, как же такое? Они говорят, да вы знаете, мы же исходный материал, как не знаю, вы же савторы. Ну вот, потом оказалось, что у него никакая не клиника, у него какая-то амбулатория, в которой есть чернильный кардиограф, а где эти истории болезней вашего испытания, а их термиты сиели. Замечательная история, автор Синк, британский медицинский журнал Медитеранин диет. Вы получите удовольствие от этой истории. Итак, экологические исследования выявляют связи между континентами, между странами, между большими группами населения или между больницами. И вот пример такого исследования, помимо, допустим, исследования Синди, кардиологического, о котором я уже упоминал, это вот была показана связь, это исследование из 50-х годов, здесь связь между содержанием воды в водопроводе, а это частота кариеса. Мы видим, что довольно очевидная закономерность. Что интересно, вторирование воды было введено в основном на основании вот таких экологических данных. Но правда, потом оказалось, что это действительно работает, поскольку анализировали данные после введения вторирования, в некоторых странах от вторирования отказывались и получали обратный эффект, то есть сегодня мы можем довольно уверенно говорить, что вторирование воды действительно позволяет предотвращать кариес. Подчеркнем, первыми основаниями для этого были экологические исследования. Вот пример экологического исследования. Это американские данные. Здесь частота смертей от коронарной болезни сердца, а здесь потребление сигарет на душу в 1960 году. Это каждая точка отдельный штат. Обратите внимание, штаты разные по населению, здесь они изображены одинаковыми точками. Как вы думаете, почему точки не имеют разного размера? Просто это 65-й год наверное публикации. В то время это было очень сложно сделать. Сегодня нам это очень легко сделать с помощью современного программного обеспечения. Тогда это было проблематично. Вот такая связь. Экологическое исследование показывает это не очень хорошо. Очень важно, что экологические связи плохо переносятся на индивидуальных людей. По большому счету их нельзя переносить на индивидуальных людей. Это может быть только предпосылкой для того, чтобы это исследовать на уровне индивидуальных людей. И наоборот, те закономерности, те связи, которые их нельзя переносить на нации. Вот легко самый известный пример такого. Если мы посмотрим массу тела новорожденных детей внутри любой страны, дети с низкой массой тела очень часто умирают в течение первого месяца. Но если мы сравним страны между собой, то оказывается, что в странах, где рожают маленьких детей, нисколько не повышена смертность. То есть закономерности, те, которые есть между людьми, не переносятся сплошь рядом на различия между группами, а групповые не переносятся на отдельных людей. Когда я начал говорить о качественных исследованиях, я подчеркивал, что это просто другой способ изучения той реальности, которую мы наблюдаем, которую мы хотим понять, хотим изучить. И соответственно, мы используем разные способы для того, чтобы отвечать на разные вопросы, для того, чтобы понять, что это такое, для того, чтобы перейти к какому-то важному вопросу, например, об эффективности лечебного вмешательства. Такой подход, вот этот, когда все редуцируется до одного вопроса, редукционистский подход, он доминировал в эпидемиологии до последнего времени. Кажется, что сегодняшними статистическими методами, когда у нас все наши биохимические анализаторы 12, 24, 56 переменных могут выдавать почти за те же самые деньги, казалось бы, что мы можем все это преодолеть и изучать сразу всего много. В действительности оказывается, что нет. То есть все попытки рассматривать множество сразу человеческому уму не даются. Вот так, как это было тысячу лет назад, так и сегодня, идеальный дизайн эксперимента это один, максимум два основных исхода, на которые мы смотрим, что мы хотели бы улучшить. И сведение всех факторов случайных к тому, чтобы у нас остался только один влияющий независимый фактор. Вот исследование про ожирение, помните, я говорил, да? Исследователи, которые создавали этот дизайн, они вывели за пределы своего исследования массу превходящих факторов. В результате у них осталось только одно, и это одно сработало и показало. Мы можем сказать, да, это плохо для переноса на общую клинику, но исследовательскую задачу они выполнили, они показали, как работает вот этот препарат по сравнению с плацебо. То есть, с одной стороны, это, конечно, отвратительные исследования, сделанные в интересах фармацевтической компании спонсора, а с другой стороны, это правильный дизайн, который вывел за пределы рассмотрения массу всяких превходящих факторов. Одним из побочных... Мы у нас вообще периф на обед, но мы, я думаю, задержимся, не против коллеги и дослушаем. Я буду стараться быть кратким, поскольку голод не тетка, я знаю. Значит, мы сплошь и рядом с вами сталкиваемся с тем, что к нам приходят друзья, приходят пациенты, члены семьи и рассказывают о том, что они в Нью-Йорк Таймс или в вечернем Ленинграде прочитали про то, что вот там поедание шпината связано с высокими умственными способностями или кофе может быть профилактикой от рака. Большая часть подобного рода текстов являются следствием избыточной интерпретации журналистами публикаций в прессе. Что интересно, это подвергалось специальным исследованиям. Такие журналы, которые все внимательно читают, типа Ланцета или британского медицинского журнала, они заранее рассылают журналистам содержание номера с рефератами, но накладывают эмбарго на выпуск новостей до определенного дня. И журналисты в это время бегают, интервью и потом баба-бах и во всем мире сообщают о том, что шпинат полезен для мозгов. В действительности сплошь и рядом в научной статье написано правильно, что обнаружена связь или может быть. Но журналистам же не интересно, что такое связь. Они говорят, шпинат полезен для мозгов или шпинат лечит мозги. Поэтому очень важно запомнить, что исследования типа сравнения с контролем, Кейс-Контрол-Стадис дали массу примеров высокоэффективного обнаружения разного рода патологий. Но один из самых ярких примеров это обнаружение связи диетил-Стельбестрола при беременности с раком влагалища у родившихся девочек. Там всего было 36 девочек, если я правильно помню. На таком маленьком количестве пациентов доктор с мозгами смог проанализировать эти данные и сделать вот такое открытие. То есть выявляется связь. То есть если мы возьмем пациентов, которые умерли с пневмонией в больнице и тех пациентов, которые выжили госпитализацию, пережили госпитализацию с пневмонией, то мы можем найти массу факторов, которые будут связаны со смертью. Например, условно говоря, мы можем обнаружить, что те, которые умерли, они чаще лечились цифалоспоринами. Прямолинейная журналистская логика. О, цифалоспорины убивают. Всякое нормальное. Может быть, цифалоспорины просто назначались более тяжелым пациентам с пневмонией. И эта связь является вот такой. Но не всегда же все так просто. Не всегда так лежит на поверхности этой интерпретации. Поэтому исследование типа сравнения с контролем это чревечайно важный инструмент. И он как раз был объектом больших дискуссий во второй половине 20 века. Потому что одни исследователи продвигали эти дизайны в силу их простоты, эффективности, дешевизны. Для молодых ученых это вообще супер. Потому что можно в короткие любую гипотезу протестировать в очень короткое время. Кстати, это иногда является проблемой. Одна аспирантка в Сеченовке сделала хорошее исследование сравнения с контролем и попыталась на нем попробовать диссертацию защитить кандидатскую. хорошее исследование сплошь и рядом же кандидатские диссертации там абсолютно ничего нет. Но ей сказали, ну что, тут всего одно исследование с таких 120 пациентов. Не, надо еще, надо еще. Ну и она вынуждена была напихать еще чего-то там для того, чтобы создать вот этот вот объем. Все равно, конечно, там сердце было, вот это небольшое исследование. Подчеркиваю, что это продвигалась технология. Но одновременно другие исследователи критиковали именно потому, что связь не обязательно является истиной, которую мы видим. И вот таким критиком был выдающийся американский, я бы сказал, педагог Альван Фейнштайн. Фейнстейн пишется. У него есть замечательные совершенно книжки. И если вы собираетесь углубляться в статистику применительно к анализу медицинских данных и находитесь на каком-то относительно раннем этапе, но все-таки читаете по-английски, я очень вам рекомендую. У него Клини Метрикс есть совершенно замечательная книжка. Он в фармакологическом журнале в одном писал статьи, лет 20 писал статьи, и они были изданы отдельной книжкой тоже. Альван Фейнштайн очень рекомендую. Так вот он как раз очень много писал о том, каким ложным результатом люди приходят в результате исследований сравнения с контролем. Я уже говорил, что все выводы у нас вот здесь находятся. То есть разными дизайнами можно получить хороший материал, но надо, чтобы голова при этом присутствовала. Исследование сравнения с контролем берем пациентов, которые умерли, и смотрим, что с ними было. Оказывается, что умершие чаще лечились цифалоспорином, ну или курили чаще. Вот этот вот дизайн, его иногда называют ретроспективным, но ретроспективный только по способу сбора данных. Конечно же, нас интересует вот эта связь к исходам. Когортные исследования, чрезвычайно популярное исследование в России, по-моему, вообще ни одного когортного исследования не было проведено хорошего. Как вы думаете, почему? Почему в России не проводили хороших когортных исследований? Потому что оно перспективное. Потому что оно дорогое. Оно дорогое, да. И сплошь и рядом за людьми же нужно наблюдать, ну иногда, конечно, можно провести перспективное исследование относительно короткое исходы беременности, да, набрать женщин 9 месяцев, ну год собираешь, за 2 года набираешь достаточно материала, а сплошь и рядом же процессы развиваются медленно. Значит, нужны годы, нужен коллектив, в этом коллективе кто-то умирает, кто-то увольняется, да, значит, нужен бюджет и так далее. То есть это, и поэтому у нас, конечно, таких исследований нет. Когортные исследования очень просто. Те, которые не курят, голубые, по сравнению, дают разную частоту. У голубых редко, а у коричневых, которые курят часто. Когортные исследования выявляют такую связь. Является ли эта связь обязательно причиной? Нет. Потому что мы не знаем, почему вот эти курят, может быть, они курят, потому что у них уже есть болезнь, или потому что они выросли в бедной семье. Поднимите руки, кто из вас курит? Вот, пожалуйста. А у меня бывали случаи, когда я учил вот в аналогичных аудиториях молодых ученых, когда из 30 человек был один курящий или вообще никого. То есть все зависит от того, среди кого это изучается. В одном случае эти люди будут типичными, а в другом будут совершенно нетипичными. анализ выживания, который сегодня используется универсально для описания результатов рандомизированных контролируемых испытаний и для описания когортных исследований. Вот здесь когорта, вот они все были живы в начальный момент, потом при первой стадии умирают вот так, при второй примерно так же, а при третьей значительно быстрее умирают. анализ выживания всем нужно обязательно знать, потому что его надо обязательно интерпретировать. По анализу выживания есть хорошие тексты, выполнять его сегодня с помощью современного программного обеспечения очень просто, но самое главное, что его нужно постоянно использовать. Сегодня открываешь журнал, везде анализ выживания, нужно уметь его обязательно интерпретировать. Почерк, если у вас будет когортный анализ или серии случаев, а уж тем более контролируемые испытания, анализ выживания это стандарт проведения анализа. Но когортный анализ не обязательно может быть таким, вот здесь мы видим популяционные данные. Здесь речь идет о смертности от рака шейки матки в Англии, и здесь женщины разного года рождения. Понятно, что те, которые родились в XIX веке, их мерили только в XX веке, поэтому только в старших возрастах данные есть, а те, которые родились в 1952 году, то они еще только до 30 лет дожили, соответственно, они только в молодости. И вот здесь видно, что как бы с одной стороны ясно, что с годами чаще и чаще, с возрастом чаще, а с другой стороны видно, что по мере нарастания благополучия дольше живут английские женщины, рак встречается чаще. Но есть еще одна закономерность. Вроде бы как возникает снижение. Не является ли это снижение следствием внедрения программы скрининга на рак шейки матки с помощью анализа Папа Николаеву или потом позднее, значит, с помощью вирусов. И вот здесь использован способ синхронизации. Здесь вот указано, видите, вот 88-й год, год введения скрининга. 88-й год введения скрининга. После – да, но и до этого тоже. То есть сам факт снижения смертности от рака шейки матки не доказывает, что скрининг полезен, потому что, оказывается, этот процесс начался раньше. Вот такой же анализ существует для рака молочной железы. В тех странах, где вводили скрининг на рак молочной железы, получается, что там сплошь и рядом снижение смертности происходит раньше, чем был введен скрининг. Но вот если применительно к раку молочной железы все-таки есть рандомизированные испытания, которые показывают, что эффект неограниченно приближается к нулю, то вот применительно к раку шейки матки мы имеем дело с вмешательством, которое было однажды введено в практику, и никто уже не берется его испытывать. Никто не решается провести контролируемые испытания. Человечество живет с этим уже 50 лет, никаких доказательств полезности этого, кроме общих соображений, лабораторных данных, кроме вот такой статистики, никаких данных нет. Но практика продолжается. Но практика продолжается. И это реалии медицины. Медицина, в конце концов, это же социальная практика, это же не какая-нибудь оторванная от жизни дисциплина. Это жизни людей. Они что-то хотят. И вот и все. И раз они это хотят, получается. Ну и, наверное, уже в заключении вот эта ключевая табличка, почему я называю ее ключевой? Потому что она показывает, что представления о дизайнах находятся у нас в голове. Они просто нами используются в зависимости от того, какие у нас под руками находятся данные. Вот представьте себе, что у нас с вами есть архив данных на работников какой-нибудь там Ленинградской атомной станции. Их на работу принимают, проводят медицинский осмотр, каждый год освидетельствуют. Они там хорошую зарплату получают, они длительно работают. И в результате есть люди, которых приняли в 1955 году. Их обследовали в 1960-м, в 1965-м году. Это когорта будет. Когорта принятых на работу примерно в возрасте 25 лет. Вот это когорта. Но помимо этого, нам доступны данные обследования в любой конкретный год. Это поперечные данные. И мы можем посмотреть в этом году, чем отличаются люди разного возраста. Но при этом обратите внимание, среди людей разного возраста будут люди с разным стажем. Они же там потенциальной вредности, облучаются. То есть мы можем смотреть людей одного возраста, которые пришли на станцию работать в разное время. Здесь будут более образованные, здесь будут менее образованные, здесь начнут преобладать женщины, здесь будут преобладать... Но это все данные. А дизайн поперечный, продольный, он находится у нас в голове. Мы можем эти данные исследовать так, как они нам нужны. И в результате, если у нас есть такие данные, возникает масса возможностей. Например, можно посмотреть на так называемый эффект периода. Например, а что было, когда на этой станции была авария? И мы можем это посмотреть не только на этих данных, а мы можем посмотреть, что было в отдельных когортах в этот период, когда на станции была авария. То есть сами по себе данные, если они вот такие массивные, качественные, они дают нам массу возможностей разного анализа. Когортного, поперечного, по годам, по любым подгруппам. Но такие данные бывают крайне редко. Сплошь и рядом нам удается, например, получить какой-то срез школьников, допустим, обследование школьников Петербурга. А что получить, чтобы их одинаковой методикой обследовали 10 лет? Нет такого. Нет такого. Поэтому, пожалуйста, имеем в виду, что дизайны, они тоже находятся у нас в голове, и в зависимости от того, какие у нас задачи и обстоятельства, мы можем их использовать для более эффективного понимания природы того, что мы изучаем. Спасибо вам большое за внимание. Большое спасибо. Я думаю, что если у нас есть... Мы, конечно, опаздываем на обед, но у нас есть 5 минут на вопросы. Если у кого-то есть вопросы, то вы можете их задать. Потому что... Селик Трич, самолёт и на самолёт, я так понимаю, да, сразу же? Да, но сейчас сколько времени. Сейчас 12.45. Успеваете? Всё нормально. Всё, так что если есть вопросы, то можете их задать, да. У меня, конечно, праздник, слайд, касающийся скрининга рака шейки матки, ну просто потому что... Вопрос, что касается скрининга рака шейки матки. В той же самой Англии добились, насколько я читала, да, очень качественных показателей, значительно снизив смертность от рака шейки матки. Поэтому, ну вот, всё-таки связано это со скринингом? Ну, как мне кажется, ну всё-таки, наверное, да. Не лишайте работы. Вот ключевая фраза в конце. Если что-то начато, что-то начали делать, это вызывает за собой целую связь бизнес-интересов, программы образования, программы постановки оборудования, штаты, ну и так далее и тому подобное. И вся эта сила начинает консервироваться. Ну, например, российский онкологический научный центр является совладельцем патента на отечественный маммограф. Как специалисты Блохинского центра могут дать иное заключение, кроме как позитивное, на этот маммограф, на программу маммографии, да? То есть, надо по возможности от конфликта интересов отстраняться, да? И подчеркиваю, что доказательства вреда программы скрининга на рак шейки матки, за исключением того, что ещё каких-то 10-15 лет назад гинекологи, а вы знаете, какие это суровые существа, они по результатам этих исследований страшно уродовали женщин. Конические эксцидии с последующим рубцеванием и всё прочее, это всё-таки был такой вред, который реально был признан во всём мире. К счастью, сегодня уже такого говорят нет. Говорят нет. Так что будем надеяться, что если вред и есть, то он небольшой. А что касается пользы, то мы по-видимому никогда этого не узнаем. Ну, мы можем это узнать 22-го числа. У нас будет целая сессия по скринингу, где специалисты из Финляндии, которые очень любят скрининг рак шейки матки, как раз расскажут и про пользу, и про вред, который, без сомнения, есть. В Финляндии есть разные специалисты. У них тоже может быть интерес в скрининге. Я могу сказать, я уверен, что скрининг рак шейки матки эффективный. Это случай примера, который на первой лекции был про парашют, что исследовать эффективность парашюта по предотвращению смерти от водителя. Стоп, 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 стоп. Это абсолютная лажа. Значит, история про то, что нет рандомизированных испытаний, которые доказывали бы эффективность парашюта, является абсолютно ложной. Она была опубликована в британском медицинском журнале, в рождественском номере, где публикуются все шутки. Как шутка – это хорошо. Как, правда, не выдерживает никакой критики. Абсолютно никакой критики. Все парашюты, которые создавались, они были испытаны и до сих пор испытываются с манекенами. Раньше это были простые манекены, сейчас очень хорошие манекены. С той поры собираются эпидемиологические данные о результатах использования парашютов. Конструкции парашютов, катапультных кресел в самолетах постоянно тестируются. И по результатам применения, летчики же периодически катапультируются, подбирается статистика. Сегодня все катапультные системы в самолетах рассчитаны по результатам вот этой практики таким образом, чтобы выстрел был настолько сильным, насколько это возможно, но не ломал бы позвоночник больше, чем 10% людей. Потому что если будет медленнее выбрасывать, никому не будет ломать позвоночник, значит количество людей, которые погибнут вместе с самолетом увеличится. То есть это настолько технически правильно все сделано, в том числе с точки зрения эпидемиологии и экспериментирования, что это шутка хорошая, но она неправильный свет бросает на вот эту практику. Просто с раком шейки матки и скрининга то, что я видел данные исследований, и когортные, и случаи контроля, они в принципе показывают достаточную сильную связь. Связь! Я согласен, но в данной ситуации можно уже, это как первое исследование рака легкого, и курение было тоже в случае контроля, но показав связь достаточно... Кстати, насчет связи с курением тоже практически это связь. Значит, великий Фишер, когда впервые эта связь была предъявлена, он сказал, да, связь есть, но предположим, что те, которые курят, имеют склонность к курению, и одновременно этот же ген определяет склонность к раку легких. Все, пожалуйста, вы получаете связь, но не курение является причиной, а причиной является вот этот вот ген, который определяет курение и рак легких. Так, подобного рода объяснений существует довольно много, но есть еще и другие вещи, например, которые лежат не в области генетики. Известно, вот вы же не курите в основной своей массе, да? А выйдите на улицу, и там курят, да? А если пойти в КПЗ, там все практически курят. Существует масса социальных факторов, которые связаны с курением. Поэтому вот связь не является обязательно доказательством причинно-следственных отношений. И вот применительно к курению, в исследовательской аудитории с вами, конечно же, нужно об интересных говорить вещах, но вот есть такое исследование, которое считается наиболее доказательным – исследование британских врачей. Долл и Пито, ну, как бы сделали вот себе славу этим исследованиям. И они пронаблюдали за докторами и посмотрели, как заболевают и умирают те, которые курят, которые не курят. И показали, что, во-первых, конечно же, есть связь. А второе, что очень важно, они показали это первыми, что когда люди бросают курить, то через некоторое время у них уменьшается вероятность развития рака и уменьшается вероятность сердечно-сосудистой смерти. Правда, если вероятность развития рака снижается уже где-то после 10 лет обстейнерства, то по сердечно-сосудистым больше 15 лет. То есть, грубо говоря, 60-летнему человеку можно уже не бросать. Об этом, правда, обычно не написано, но из времени мы же с вами понимаем, 60-летний – какая перспектива-то. Но что интересно, они, когда опубликовали первые результаты этого исследования британских докторов, там были данные по тем, кто курит трубку. Эти данные говорили о том, что у тех, кто курит трубку, вероятность развития рака легких и сердечно-сосудистой болезни резко снижена. Сейчас не про объяснение. А когда они стали публиковать последующие материалы, у них эта группа исчезла. Все попытки узнать у них, а что это вы нам не рассказываете о субъек курителей трубки, ни к чему не привели. Мы так и не знаем. Мы так и не знаем, куда исчезла у них группа людей, которые курили трубку. Почеркиваю, объяснения здесь могут быть разные, но сам факт вот такой, он представляет страшный интерес для объяснений. Вопрос еще был. Нет, я хотел вступить в дискуссию. Можно, если можно, в дискуссию в перерыве, чтобы… У нас только привели контракт-аргумент, поэтому я забыл другой вопрос. Я его первый раз спрашивал, и вы первый раз его упомянули в своей лекции, что уважающие себя журналы, обязуют исследователи, которые в них публикуются, предоставлять исходные данные. И вот был случай, когда только 10 или 15% из исследователей, которые были включены в большой взор, они предоставили действительно исходные данные. То есть, как быть в этом случае? Аннулировать большой обзор? То есть, как решить конфликт интереса данных? Вы с точки зрения редактора спрашиваете, с точки зрения автора обзора? Я больше… Нет, больше с точки зрения читателя, который мог бы доверять обзор. Значит, поскольку всегда обвинение исследователей, ну, как, например, сейчас Долло и Пито так, оно всегда в качестве шутки хорошо, если серьезно, то это, в общем, нужна серьезная доля деликатности. Поэтому, допустим, вот в Короновском сотрудничестве принята такая практика, ну, и не только там. Если мы обнаружим разные данные, и некоторые данные связаны с каким-то фактором, например, мы знаем, что этот исследователь публиковал доказанно фальсифицированные исследования. Но вот про эти конкретно не доказано. То делается систематический обзор и метаанализ, включая все исследования, а потом исключив вот эти вот исследования. Я думаю, что это самый правильный подход. К сожалению, это делает обзор очень объемным, но Короновские обзоры, они публикуются только в интернете, в электронном виде, поэтому не мог быть любого. И поэтому там такая технология применяется. Но я думаю, что эту технологию можно приспособить как-нибудь и для нормальной статьи, потому что все-таки, если человек что-то делает не на очень высоком уровне, это не значит, что он обязательно плохой человек, что он врет, да, может быть, он просто делает, как умеет. Соответственно, нужно подходить критически и доверять всем данным по-разному, но не обязательно называть его лжецом и выбрасывать с его результатов, по-моему. А, кстати, вот, можно я... Да, конечно. Картинка, которая... Значит, это картинка из замечательной книжки Доллы и Пито «Причины рака». Если кто из вас ее не видел, я очень рекомендую. Это маленькая книжка. Что интересно, она была издана на русском языке через два года после опубликования на английском. По-моему, «Причины рака» так она и называется. Подчеркиваю, Доллы и Пито – это два величайших эпидемиолога XX века. Но они в своей книжке приводят в качестве иллюстрации вот такую вот картинку, в качестве иллюстрации природы рака. Здесь речь идет о связи потребления жира с пищей и смертности на 100 тысяч населения. И чем больше потребляется жира, тем больше смертность от рака молочной железы. Сегодня мы знаем, что... Собственно, задним числом мы можем посмотреть... Ну да, конечно, Таиланд и Дания, они отличаются только по потреблению жира. Да-да. Мы с вами знаем, что это совершенно разные страны, разные культуры, разные сексуальные практики. Ну, все разное. Но тогда это казалось вполне убедительным. Это вопрос о том, какой прогресс, претерпела методология научных исследований за 40 лет. Им тогда это казалось убедительным. Сегодня никто бы не стал даже публиковать такую статью вот с этим. Потому что здесь не все страны мира, по какому принципу они отобраны, ну и так далее. То есть никакой поправки хотя бы на уровень дохода. Сегодня сказать, ну ладно, мы опубликуем вашу статью, но только, пожалуйста, сделайте поправку на подушевой валовый внутренний продукт хотя бы, да, чтобы они у нас бедные и богатые как-то пересортировались. Но тогда, 40 лет назад, это было большое достижение. И тогда это повлияло на создание той нетерпимой атмосферы к жиру в питании, которая сохраняется до сих пор. Вот мы с вами сегодня находимся исторически на переломе. То есть вот борьба с жирной пищей, она, по-видимому, вот где-то вот на уровне 15-16 года, она переламывается. С холестерином в питании расправились 10 лет назад. Сегодня все знают, что холестерин в пище не имеет никакого значения. А тогда верили и в жир, и в холестерин. Исторически это очень короткий промежуток времени. Даже трудно себе представить, что вот когда я был студентом, холестериновая теория была еще на взлете, еще 20 лет после этого в Америках, в Даниях ограничивали количество холестерина. В Дании только 3 года назад был введен налог на жирные сыры. Вот сейчас у нас в России с сыром, как вы знаете, напряженка. Вот я в Дании пытался купить сыра. Нет сыра с жирностью больше 26%. Почему? Потому что эффективно работает налог. Выше 26% сыра нет. А оказывается, они ввели этот налог, а сегодня мы знаем, что оказывается, не холестерин не имеет практически значения диоретически, и жир не имеет значения. Почему? Объяснения разные. Одно из самых хитрых объяснений, но правдоподобных, заключается в том, что убираем жир из пищи, пища становится невкусной, увеличивается количество сахара. Ну, не все жиры одинаково полезны. Не все жиры одинаково полезны. Насыщенные, ненасыщенные. Спасибо большое. Если есть еще вопросы... Спасибо. Спасибо. Спасибо.